Приветствую всех! Из названия ролика вы уже поняли, что дальше пойдет сравнение электровелика с автомобилем. Сразу скажу, что сравнивать несравнимое не имеет смысла, так как минусы и плюсы есть у обоих видов транспорта. Но я постоянно слышу, вот на машине проехать там лучше, там дешевле и так далее, поэтому начинаем. Это будет не диванная аналитика, а реальный опыт из жизни и настоящие цифры, так как у меня есть и машина, и велик с мотором. Берем для сравнения городские условия. Вряд ли вы на велике ездите в соседних городах, как дальнобойщик. Начнем с цен за проезд. На машине в городе цена одного километра пути обойдется вам около 3,5 рублей. Это с учетом среднего расхода бензина 8 литров на 100 километров. Масло амортизацию считать не будем, хотя на длительную перспективу это сыграет не в пользу авто. На велике один километр пути обойдется 8 копеек с учетом расхода заряда батареи за 30 километров. То есть берем среднее значение, хотя можно на этом заряде и 45 километров проехать. Это значит, что мы едем немедленно на велике при таком расходе батареи. Посчитал это очень просто. Одна зарядка батареи стоит пол киловатта энергии. У меня один киловатт стоит почти 5 рублей. Делим пополам и получаем стоимость одного заряда батареи в 2,5 рубля. Далее несложная математика с теми цифрами, что я привел выше. В общем стоимость проезда на электровелике несоизмеримо меньше, чем на любом другом виде транспорта. Даже 50 кубовый мопед здесь рядом не становится. Немного о пробках. Для велосипеда их не существует от слова совсем. За машину можно и не говорить. Там где в пробке машина стоит 10 минут, на велике можно проехать за несколько секунд. Причем велосипед не привязан к дороге. И можно сократить через парк, против движения к примеру. В общем выбрать самый короткий путь до нужной цели. На велике я передвигаюсь быстрее общественных автобусов по городу. Проезжаю через весь город за полчаса без остановок и прочего напряга. Далее обсудим дальность поездки и способность перевозить груз. Здесь выигрывает автомобиль. Потому что мешок цемента вы с собой на велике не увезете. И еще четверых пассажиров тем более. Да и вдобавок тепле зимой и прохладе летом. Ну с учетом, что ваша машина с кондером. Печка вроде бы у всех есть. Плюс проехать 50-60 км на велике для меня это такой разумный предел за одну поездку в день. Конечно можно и больше, но это уже испытание, которое не принесет удовольствия. Да еще в условиях отсутствия нормальных дорог. Для электровелика обслуживание дешевле, чем для обычного велика. Так как педалями пользуемся намного реже. Звезды и цепь меньше изнашиваются. Ну а пару грамм смазки для подшипника за несколько тысяч пробега думаю не в счет. Гараж велику не нужен, это и дебилу ясно. С машиной тут все намного сложнее. Берем идеальную тачку, которая не ломается. Никогда. Не считаем стоимость запчастей, стоимость их замены, если у владельца руки не оттуда, либо боится сам менять. Страховка. На моем примере. У меня машина пятилетняя, около 100 лошадиных сил. С моей безаварийной ездой обходится сейчас в 9000 рублей в год. Это с городской пропиской. До этого было еще дороже, поэтому я ездил 3 года без нее. Ну это так, к слову. Эта сумма уже превышает стоимость батареи моего велика, даже с учетом доллара по 80 рублей. Просто за бумажку, вдумайтесь. Не говоря о том, что надо сдать на права, пройти медкомиссию, поставить машину на учет. Многие об этом забывают, что без этого ездить не выйдет. Тут без стоимости машины уже цифра такая набегает, что велик обходится прям даром. Батарея изнашивается, да, но 500 циклов-то она минимум пройдет. Хотя там китайцы обещают за 800, но я им не верю. И это не один год использования. А на авто каждый год за страховку будешь отдавать больше. На машине можно ездить зимой, да. На велике тоже. Но тут уже дело в самом человеке. Я по холоду, например, ниже нуля не езжу. Термобелья не имею. Да и не особо люблю такой холод. Ну вот, друзья, в общем, если я о чем-то забыл, дополните меня в комментариях, делитесь видосами со скептиками и думайте своей головой, а не чьей-то. Спасибо за внимание. До новых встреч.